добрый вечер мои дорогие подписчики моя поддержка моя опора спасибо всем за комментарий за поддержку сейчас начале чуть скажу что я сделала по поводу угроз мой адрес а дальше начнем обзор поэтому я всех благодарю как на ютюбе так и вконтакте группе оля поберуха там тоже народ меня очень поддержал значит мои действия я написала жалобу на youtube на пользователя да на эту золотуха олин золотуха пускай сначала разбирается youtube я сегодня позвонила кое-кому спросила они сказали давай подождем чуть-чуть вот зале не примем только сначала youtube отреагирует на это поэтому пока я спокойно живу никого я не боюсь обзоры я делала поэтому быкова выбирает маленькие каналы и пытается немножечко всех утопить как сегодня мне написали что манера угроз похожа на лёшину на сына поберухи я не могу утверждать что это лёша но манера я когда одному человеку написала какие были слова сказали что ну вот типичные говорит это год подросток пишет я не знаю и не утверждаю что это он но оказывается у алексея был такой же случай он только запугивал женщину которая когда-то то ли писала то ли в адрес матерью что-то сказала короче говоря дело дошло до полиции и лёши повезло только то что он извинился и директор школы за него заступился вот это ему помогло и я прекрасно понимаю если это он подросток то что для уголовного кодекса он уже несет ответственность и вообще этому человеку хотел сказать уголовный кодекс еще никто не отменял ладно это уже дело прожитое у нас новый день новое видео и мы начнем с деревенского дневника убыка и вчера вышло видео но она без рекламы о чем говорит синяя наверняка сняли монетизацию ну по крайней мере я так думаю и что мы видим приехала это моська света которую подтягивает ей и что света делает к этому вернемся начнем с того как она назвала это видео мы все заболели но яблочный пирог мы спекли или мы не и ничего не отменяет то что она слизывала контент с много деточки с ирины мы это знаем у нее это не получается даже манера снимать вот говорить за кадром что-то бегать там суетиться чего-то делать не заходит у нее потому что она не ира многодетчика теперь она решила жизнь деревне там где валия и артем и две девочки у них тверской области которые живут у них точно такое же видео ну точно так же называется отличие у вали стоит . у вали стоит скобка в названии у быковой стоит . только этим поэтому она теперь она тот раз помните как-то было у нее видео она говорила что валя выступила то что хейтеры и и обижают но мы обзорчики и не трогаем это замечательная семья я на них подписана я люблю смотреть их там что тема что валентина они труженьки ковыряются они никого не задевают мне ничего не просят то им присылают на обзор какие-то вещи но это их заработок а почему бы нет но они не сидят в стримах с протянутой рукой не зарабатывают сами теперь бы кого решила она тогда и выступила что вот валя пожаловалась как она валю понимает я об коробный чала твоя молчала но и вернемся обратно к видео но эта шавка на кухне с быковой что они делают они решили сварить грибной суп дети до шести лет грибные супы противопоказаны во первых это тяжелая пища трасс во вторых они не усваиваются и в третьих ты дети могла бы другой суп сварить вам видели мясо надоело ну свари рыбный в чем проблема сделал фрикадельки и начинает света яблочный пирог печь это не яблочный пирог это шарлотка а шарлотка яблочный пирог это две разные вещи яблочный пирог печется на дрожжевом тесте а шарлотка это бисквит если бы кого этого не понимает и не знает то мы не подскажем и дальше что у нас ну ладно у шарлотка у светы получилось более-менее ну потому что форма поменьше но можно было бы еще сделать что она повыше было ладно захотели так слава богу это хорошо суп грибной пошли есть тоже неплохо и тут начинается беготня быковой там она показывает свою стройку здесь она показывает свою стройку ну честно говоря она не цепляет эта стройка совсем но не интересно как он разговаривает с рабочими но совсем не интересно хорошо возвращаемся на кухню и быкова говорит я так думаю так бы кого говорит что я скорее всего буду еще показывать рецепты нас быкова тоже великий кулинар она хочет контент сделать на приготовление еды не многовато ли на один канал то есть на одну семью три канала как готовят кормящая сестра алексии кухня теперь еще и бы кого будет с кухней готовкой чет больно уже оскудела ольги фантазия а маша плохо сценарий пишет маш отрабатывай свои деньги плохо пишет сценарий быкова вообще снимать нечего теперь она будет с вами все слизывать только вали все делать сама никакая света к ней не приезжает никакие подписчики волонтерами к ней не приезжают да у нее двое детей но валя голова на плечах а воля никогда головы не думала она думал другим местом и опять же вот это быковская когда она провожала свою дочь когда на я так спать хочу вероника всю ночь не спала полтора каждые полтора часа просыпалась ты чё первый ребенка что родила ты десятого родила ты должна к этому относиться ну просто в легкую любая мать после первого ребенка уже знает если она заводит следующего ребенка рожает то до двух лет можно практически забыть о сне и опять же она вероника плохо спит может быть у нее зубы может быть ты мать тебя 10 ребенок ну ты так удивляйся может быть у нее зубы она думала что ребенок вот она родила вероника будет спать до года а в год она уже пойдет и никого не будет беспокоить так же как яков он ходит он гуляет один сам по себе и завершение хотела вернуться к алексею в сумку он там сосиски готовил только сосиски съели еще в субботу когда приезжала сестра а видео вышло в понедельник почему у них такая привычка все с опозданием показывать но все с опозданием и я вот не понимаю у быковой две помощницы сергей петрович как скотник на хозяйстве и приезжает света но у тебя две помощницы ничего не справляются интересно как она хотела одну маргариту оставить одну а теперь света ездит помогает вот такие сюжеты и еще две наши близняшки чук и гек и начали на их не канал где было всего два видео кидать комментарии они их удалили что они написали пошли все на воспитанные девочки очень воспитанные поэтому алексей готовил сосиски только зачем он их очистить очистить мыл и очистил то есть заговорилась очистил и мыл я не понимаю гречку мы не моем а сосиски мы моем зачем потом он их отваривал а потом заворачивал в тесто кто его так научил ладно уж бог с тем что там тесто покупное бог с этим затем их отваривать и потом еще запекать их можно было бы так запечь там температуру 180 градусов они бы и так бы были готовы но чем ребенка никто не учит готовить вот он как ему бог на душу положат или кто-то скажет ну может мама может еще девчонки сказали так он и приготовил на этом я буду заканчивать всех люблю спасибо всем кто вновь подписались возможно выйду на днях в стрим поболтаем о любви будем ждать реакции ютуба а на этом я прощаюсь всем пока пока ваша наталья